Это наглый клон Гартен оф Банбан, и он вас удивит. Да, леди и джентльмены, сегодня мы вынуждены вернуться к игре Кер оф Гонгон и немного шокироваться, как минимум от того факта, что есть по меньшей мере три главы этой игры, но поиграть можно ровно в ноль глав этой игры, потому что разработчики Гартен оф Банбана все это дело прикрыли. Мне в комментах писали, что якобы автор задумал все это дело как веб-сериал, но если честно, я в это не верю, изначально даже появилась полноценная страничка этой игры в сервисе, где вы можете скачать игры, и вроде как кто-то даже успел ее оттуда скачать, до меня дошла такая информация, но потом разработчики Гартен оф Банбана все это дело прикрыли, потому что это был очевидный плагиат, и после этого разработчик переобулся и решил назвать свое детище фан-игрой во вселенной Гартен оф Банбана, и это у нас вторая глава, и что-то она какая-то мыльная, причем, вот смотрите, это максимальное качество, по-моему, можно было снять ролик в 1080p, вам так не кажется? И здесь у нас уже новые персонажи, кстати говоря, давайте-ка я буду слушать все это дело, возможно, здесь музыка какая-то хайповая будет, и это все мы уже видели в тизерах, я хочу непосредственно посмотреть, как изменился геймплей второй главы, и смотрите-ка, здесь можно коробки перемещать, это что-то новенькое. Мне очень нравится, что в этой игре нет этого сраного дрона, потому что он меня реально раздражал в Гартен оф Банбан, и опачки, здесь есть озвучка, и это даже говорит Гонгон. Внимание всем, это твой директор, Адам. В детский сад неожиданно вошел посетитель, я не смог сказать, кто этот посетитель, присматривая записи с камер наблюдения, но я заметил, что он выбил флексиминта из строя во время крушения лифта, это один из персонажей. Не беспокойтесь, я вполне способен разобраться с этим посетителем самостоятельно, спасибо за то, что выслушали. Ну, мы только что узнали, что с нами какой-то Гонгон хочет разобраться, если он не гонит, конечно. Так, это все нам неинтересно, шапочки можно собирать, только непонятно... А, класс, это чтобы пройти в следующую локацию. Ну что ж, разработчик определенно чтит традиции Гартен оф Банбана, но пока вторая глава ощущается прям очень-очень. Ну, типа, камон, это уже третья минута ролика, и пока он просто собирает шапочки в темной локации, в которой эти шапочки хрен еще обнаружишь. О, вот это что-то интересное. В прошлой главе пару моментов мне реально понравились. Да как вообще эту шапочку можно было там обнаружить, а? Ну, в принципе, логично, что там должна быть шапочка, потому что там есть лифт, но... А ты что вообще тогда там лифт это делает? Ладно. И почему с помощью шапочек дверь открывается? Вот у меня все время вопросы подобные Гартен оф Банбану, Кейру в Гонгону и ко всем подобным играм. Единственная более-менее логичная игра в этом плане, это Поппи Плэй Тайм. Там пытаются хоть как-то лорно, логично обосновать все это дело. В этой игре всем на логику очевидно насрать, как, собственно говоря, и в Гартен оф Банбане. И даже не смейте спорить, Гартен оф Банбан это очевидная шиза. И попался! А, это и есть Гонгон, кстати говоря. Хм, давай немного повеселимся, а? Хе-хе-хе-хе! И внезапно переход. Телепортация. Теперь оставайся здесь и не убегай. А как мы там оказались? Почему мы просто ему с ноги в рыло не дали? Или это с локтя бамс в его единственный глаз, а? Ну мы же крупнее его 100%, мощнее его базирование. Я попрошу кого-нибудь прийти и посмотреть на тебя. А, присмотреть за тобой. Ой, я там слева вижу какую-то чувырлу. Да и прямо какая-то чувырла находится. И чё, и мы должны сбежать из тюрьмы с помощью коробок. Как же сбежать? Хмммм, вот эта тюрьма! Хе-хе! Не, ну слушайте, вообще головоломка с физикой прикольная. Но побег, ну прям вообще всратый. Там ещё музыка такая. Как будто кто-то за ним гонится. Хе-хе! Ой, ну вот этот фрагмент прям совсем потешный. Когда я пойду домой? Когда я поеду домой? Когда я домой-то поеду? Ты просто коробки отодвинь и выходи. Чё ты переживаешь-то? Ладно, погнали дальше. Это один из персонажей. И чё-то как-то очень долго мы залипаем на них. Что происходит? Куда-нибудь помогите мне. Я просто хочу увидеть свою семью. Я просто хочу вернуться домой. И куда-нибудь. Кстати говоря, вот это реально хороший фрагментик. Потому что, как мы знаем, вроде как вот эти вот монстры это продукт экспериментов. И вот здесь это реально видно. Мне не хватало такого от различных вариаций джестера. Они были какие-то беззубые, если честно. Не хватило им вот этой глубины, вот этой вот чернухи, чтобы какой-нибудь вариант джестера хватался за голову и орал что-нибудь про семью. Это неправильно! Это неправильно! Мне нужно уйти отсюда! Мне нужно уйти! Есть ли у кого-нибудь лопата? Мне нужно... Нужно просто выбраться отсюда. Нужно домой идти. Вот он валяется и как раз таки все это говорит. И вот реально видно, что над ними проводили эксперименты. Вот этот фрагмент заслуживает лайка. Кстати говоря, если вы ждали этот ролик, этот разбор этого наглого клона, ставьте лайки. Если соберем много лайков, когда он выпустит четвертую главу, мы тоже сделаем на нее обзорчик. Ну а пока... Опять ты! Я думал, что запер тебя. Хм, кажется, ты доказал свою силу. Зачем же ты здесь? И как я доказал свою силу? Просто отодвинул картонную коробку одну? Не особо разговорчивый, да? Я понимаю. Я думаю, я имею представление о том, что ты здесь делаешь. Ты здесь... Ага, ради своего ребенка. Опять. И снова никакого ответа. Я не должен удивляться. Вы здесь ради своего ребенка, не так ли? Я слышал, как Люмакита несет кучу чепухи о каком-то пропавшем ребенке. Следуй за мной, если это твоя цель. Хоть я не хочу тебе помогать, ты можешь быть полезным инструментом, который поможет разобраться с ситуацией внизу. Это ж прям полная копия Гартенов Банбана. Ну это, ну совсем нагло. Ну это, это прям, прям, ну не знаю даже, как сказать. Это ж прям копье паста. Ты поможешь нам, я помогу тебе найти пропавшего ребенка. Это ж прям вот тот самый фрагмент с Банбаном. Вы помните его, вы 100% помните его. И в принципе, это собака копирует Банбана, у нее тоже есть шляпка. Она тоже красненькая и разговаривает похожим голосом. Ну окей, отправляемся дальше искать своего ребенка. Ну блин, он же мог какой-то другой сценарный троп придумать. Ну камон, это уже избито. Это вот реально клон. О, дверь заперта. Как неожиданно. Это может быть проблемой. Оглядись по сторонам и попробуй открыть эту дверь. А я останусь здесь и немного отдохну. Действительно, это ж я тут под землей живу и знаю, как эти сраные двери открывать. Иди через открытую дверь. Возможно, дверь можно открыть именно здесь. Я не уверен. Только берегись паука. Удачи. О, класс, берегись паука. Если там сейчас будет лабиринт, то это... Здесь реально лабиринт. И реально по потолку ползает местный нэп-нап. Камон. Быстро сюда. Это Набнолена, видимо. Хотя я не уверен. Ой, музыка какая. Обалдеть. Ладно, здесь не лабиринт. Здесь побег. Но он берет какие-то детали из различных глав Гартенов Банбана и обыгрывает их по-своему. Но это же все равно копипаста. От того, что ты поменял пару деталей, это не делает твою игру какой-то особенной. Я, в принципе, понимаю, почему выпуск этой игры каким-то образом заблокировали. И то я не понимаю, как. О, это было близко. Что с ним случилось? Там просто как бы дорожка, что он пробежать не мог до конца? Ладно, пока мы в безопасности. Наверное. И да, это Банбалена, потому что у нее здесь школа с какими-то чувырлами. Ааа, фантастика. Ребята, я хочу, чтобы вы поприветствовали нашего нового ученика. Ничего мне напоминает. Ничего не напоминает тебе. Ты не очень разговорчивый, да? Я могу с этим работать. Вы присоединитесь к классу как раз вовремя, поскольку мы собираемся начать наш обзорный урок по нескольким предметам. Давай начнем. Сколько будет 40 плюс 32? Так, мы должны ответить правильно с помощью диктофонов. Так эти чуваки же вроде живые. Там хотя бы кегли были. Понятно, почему кегли отвечать не умеют. А почему эти отвечать не умеют? Как она ведет уроки? Она тоже сумасшедшая? 72. Верно. Вопрос второй. Какая длина Луны в километрах? Ой, ну вот это, если честно, мы пропустили бы. Я бы это пропустил. Я даже не собираюсь это переводить. Это просто чувак. Взял и скопировал абсолютно все из Гертенов Банбана. Даже ничего не придумывал. Вообще по нулям. Даже диалог на самом деле был похожий. Так. А это что такое? Эй, иди сюда. Да, я понятия не имею, как ты попал в эту ситуацию. Но у меня есть план, как тебя вытащить. Так что выслушай меня. Изначально у Чаттербокс должен быть коллега-мужчина по имени Талкбокс, чтобы помочь ей с одиночеством. Он был роботом, который так и не был закончен. Поэтому я постараюсь прикончить его. Чего? Че ты несешь? Блин, наркоман гребаный. Тогда, может быть, она на мгновение выйдет из класса, и это даст тебе достаточно времени, чтобы сбежать. Ну и в принципе в оригинальной игре похожая штука была. Окей. А че вот эта вот за штука за ним ходила? Я не совсем понял. А, еще три вопроса. Обалдеть. Какой же наглый клон. У меня слов нет. Просто копипаста. Полнейшая. Даже не пытался он здесь как-то обыграть все это дело. Ё-моё. Я в шоке. Ну и мы сейчас должны будем сбежать. Если ее еще прищимят, или я не помню, что там произошло. А, мы даже убегаем в похожее место, и за нами даже чувачок бежит. Я помню, что в игре за нами бегал птенец. А здесь за нами бегает. Чувырла белая. Окей. В этой игре с одной стороны логики больше, а с другой стороны в 10 раз меньше. Вот че он за нами бегает-то? По-моему, он был как раз-таки в первой главе этого шедевра. Полтон. Испугался двери. Хорошо, возможно, я напортачивал, пытаясь починить толкбокс. А, это робот. Все, я понял. Но я должен признать, что это действительно неплохо отвлекло все это дело. Не так ли? Раз уж ты сейчас здесь, я могу с тем же успехом позволить тебе закончить ремонт толкбокс, поскольку ты, конечно, знаешь, что делать в этом месте каким-то образом. Потому что, ну, как бы, сценарист вышел покурить. Поэтому каким-то образом ты все понимаешь, все знаешь, все умеешь. Мэри Сью, короче, ты. Я думаю, ему просто нужно 6 батареек дать. Они должны быть разбросаны где-то здесь. Ага, вот он он. Интересно. Йоу, собери 6 батареек со стола. Я ж сам не могу, у меня лапки. Господи. Ладно, вот первая глава этой игры была какая-то более логичная, более связанная. Здесь чувак как будто бы решил вот реально скопировать Гартенов Бан-Бан с его тупыми фрагментами. То есть, по-хорошему, ему нужно было научиться на ошибках Бан-Бана и избегать всякой тупости. К примеру, шизофренических снов. А мне кажется, они здесь будут в итоге. Я думаю, это должно сработать. Что? Кто я? Где я? Добро пожаловать в детский сад Ган-Гон от Алкбокс. Эм, что? Кстати говоря, у него говорящее имя по факту вот этого чувака, который робот, его просто зовут Говорящая Коробка. Что? Я не понимаю. Не волнуйся, все будет прекрасно. Мы подарим тебе друга. Правда? Да, ее зовут Кэтрин. Я думаю, она тебе понравится. Хм, Кэтрин, что ты в этом имени, мне кажется, таким знакомым? Хм, проехали. Окей. Так, ну я сбежал, мы можем не отдавать Сталкбокса ей. Ты готов встретиться с новым другом? Да. Так, я сейчас с ней встретился. Хорошо, издай звук, чтобы она сдала, что мы здесь. Фантастический звук у него. Музыкальное сопровождение шикарное. О, нет. А, нет, все нормально. А, анимации вышли из чата. Он просто забрал Талкбокса. Помоги мне. Нет, Нок-Нок, нам нужно сохранить Талкбокса до выхода Чаттербокса. Господи, это все так срато выглядит. Не, ну понятно, что это делает один человек за пирожок и бутылку пива, но камон, это слишком плохо. Ё-моё. Ну хотя, Гартенов Бан-Бан, первые главы выглядели так же плохо. И опять копипаста начинается. Нок-Нок, послушай меня, я знаю, что ты на самом деле не такой уж и плохой парень. Ты просто одинокий, не так ли? Да, знаешь, я могу быть твоим другом. Не обязательно похищать людей, чтобы они с тобой дружили. Опачки, его кто-то похитил. Нет, Нок-Нок, что только что произошло? Его похитил Стингер Флинт. Флексмит взял Нок-Нога. Эй, родитель, ты не против помочь мне найти Нок-Нога? Поскольку помогаю тебе искать твоего ребенка, думаю, будет правильно, если ты поможешь мне в этой маленькой вещи. Господи, а что насчет Кэтрин? О, точно. Екатерина, следуйте за мной, вы двое. Мы встретимся с Кэтрин, а потом сможем найти Нок-Нога. Боже, тут так много диалогов. И они все такие скучные и бессмысленные. Робот говорит, что он вспоминает, что он был создан для чего-то очень важного и так далее и тому подобное. И, конечно же, здесь есть 5 минут хождения по коридорам. Слава богу, я могу это все ускорять. В игре я бы от этого жутко бесился. И вот она она. У них любовь будет, ребята, любовь у них будет. Ты Кэтрин? И она сейчас просто голову ему откусывает. Боже, как красиво она призналась ему в любви. Понятно. Эй, не возражаешь, если мы зайдем ненадолго и что-нибудь поищем? Возможно, мы пробудем здесь несколько минут. Какая болтушка, какая болтушка. Прекрасно, давайте войдем. И, дай угадай, еще 6 предметов нужно найти. Оно должно быть где-то здесь. Окей, время поисков предметов. И ты веселись, нормально все. О, паркур. Родители, как ты думаешь, ты сможешь прыгнуть туда и нажать на эту кнопку? Кнопка должна открыть большую дверь. Да ну понятно все, давай, поехали. Попрыгали. Точнее. Это моя статуя? Да, это твоя статуя. Нет, родитель. Там нельзя было допрыгнуть. Я вижу нового гостя. Это какая-то пом-пом. Что за пом-пом, я не знаю. Ее раньше не было видно. Она так вальяжно идет 10 часов. Хе-хе. Привет, новый друг. Прошло так много времени с тех пор, как я с кем-то играла. Можем ли мы поиграть вместе? Пожалуйста. Не особо разговар... Не все говорят эту фразу. Ты не особо разговорчивый, да? Я могу с этим работать. Да она говорит то же самое, что эта дамочка сверху. Как насчет того, чтобы устроить небольшую гонку вместе, тот, кто первым перебежит на другую сторону и обратно, должен сказать другому человеку, что ему делать до конца дня. Ха-ха. Так, побежали, побежали, побежали. Иии... Она исчезла куда-то. А-а-а, я запыхалась. Хорошая работа, новый друг. И вот что мы будем играть дальше? Ну, тут не то, чтобы был большой выбор. Опачки. Как он спустился так быстро? Родитель, давай. Мы нуждаемся в твоей помощи. Он так безэмоционально это говорит еще. Гон-гон. О, привет, пом-пом. Хочешь помочь нам спасти Нок-Нога? Боже. Пом-пом, Нок-Нок, Гон-гон. У меня как будто бы проблемы с речью начались из этих странных имен. Но нет, это реально имена этих персонажей. У Гартенов Бан-Бана как-то поинтереснее с именами. Там не каждое имя, это повторение трех букв. Его забрал Флекс Смит, и мы пытаемся его найти. Ребенка родителей нам пытались помочь и бла-бла-бла-бла. Окей, помогу. Так просто? Так они здесь вообще не злые. Я открыл большую дверь, пока вы играли в игры, так что мы можем спуститься. Ой, боюсь, Лу Макто. Я тоже, но нам нужна его помощь. Хорошо, если вы так говорите. Следуй за мной. Безубые диалоги, их как будто чат-джи-пити писал. Я не удивлюсь, если их писал чат-джи-пити, он выпускает эти игры быстрее, чем Гартенов Бан-Бан раза в два, в три. Так что, возможно, здесь сделали многие вещи на аэросети. Хотя там в описании написано, что он даже модельки не делает самостоятельно. Модельки он берет из интернета. И причем он берет бесплатные модельки. Если что, он их не покупает, чтобы его не засудили. Хотя, мне кажется, никто и не собирался подавать на него в суд. Разве что разработчики Бан-Бана, раз он так сильно их испугался, реально игры никуда не выкладывает даже бесплатно. Мне кажется, бесплатно он бы мог их заливать. Почему бы и нет? Игр бы эти захайпили, он бы мог потом отсоединить вот эти вот свои игры в отдельную вселенную, не связанную с Бан-Банами. И все. И таким образом вообще бы на него никто в суд не смог подать. И персонажи ходят уже в течение двух минут, наверное. Серьезно? Боже, какой душный тупой фрагмент. Вот это... Вот это плохо. Эх. Здесь есть лифт, но он, похоже, рассчитан только на двоих. Пом-пом, мы можем прокатиться на этом лифте. Родитель, ты найди свой лифт. Один должен быть через дверь... Люмакто. Давай. Ну и, конечно же, все закончится на лифтах с кучей дверей. Ой, опять что-то мне это напоминает. Что-то напоминает мне это. И здесь появилась какая-то Гон Голара. Ой, что за имена? Непослушный студент. Непослушный студент. Возможно, ты и проскользнул мимо меня раньше. Но больше ты этого не сделаешь. Я верну тебя в свой класс. И опять копипаста фрагмента из Гартенов Бан-Бан. Я, если честно, не помню из какой главы, но, по-моему, из второй или третьей как раз таки. Я вам омаю. И начинается побег. А там мы тоже, по-моему, убегали от Бан-Балена. По-моему, да. Ну что ж. Полная копипаста, как я и говорил. Отдельные детали отличаются, но... Но игра все равно другая. Это знаете, как спуститься вот в своем подъезде на этаж ниже. Вроде там все то же самое, но неуловимо другое. Вот это то же самое. Убери от меня руки. И здесь ее похитил Стингер Флинн местный. Вот это озвучка. Я тоже могу озвучивать игры. А че? И почему-то за нами ходит вот этот вот беленький чувачок. Следующая глава, если я правильно понимаю, будет копипаста и главы с королевой из картонов Бан-Бана. Да? Ну и эта глава у нас кончилась на лифте, как и положено. Переходим к третьей главе. Она, судя по трейлерам, была самой эпичной. Кстати говоря, в четвертой главе будет копипаста нашей любимой жабы. Ну вот я как бы сразу считал все это дело. Ну а пока переходим к третьей главе. Здесь будут какие-то глазастые чуваки. Очень интересно они выглядели. Мне реально больше всего интересно посмотреть именно на эту главу. Я вижу тебя, малыш, у меня глаза повсюду. Говорит нам кто-то. И куда он пошел? Почему мы не пошли за ним? Столько вопросов. Ага. Вау! А, это Лумакто. Я могу сказать, что твой день был, ну, далеко не идеальным. Я знаю, что вам нужна помощь в поисках вашего ребенка и вашего маленького друга-паука. Я помогу с этим. А кто ты такой? Это местный, я не знаю, Зефилиус или как там, Зольфиус. Гон-гон и Пом-пом сейчас едут сюда. Так они же впервые меня выехали. Каким образом я приехал впервые них? Что же происходит здесь? Появился теперь еще Дэн-Дэн. Пом-пом, Дэн-Дэн, Гон-гон, Ган-ган, Гин-гин. Шиз-шиз. Вот шиз-шиз это уже про меня. Аквариум. А, и он, видимо, там флексит. Или кто там флексит? Что происходит? What the fuck? Так это же Джестер и Опила. Он уже в наглую их сюда вставил. Видимо, понял, что игры ему выпустить не дадут. Почему бы не добавить Опилу и Джестера? Как они здесь оказались? Черт знает. Стингер Флинна? Как Стингер Флинна-то похитили? Че вообще здесь происходит? What the fuck? Ладно, это было неожиданно. Окей, эта голова меня удивила, я не зря ее ждал. Что это за срань? Какой-то глаза стоит чудовище. И долго мы будем стоять смотреть. Эй, рад видеть, что ты еще жив. Пойдем поговорим с Улумакто. Ну, пойдем поговорим с Улумакто. Ё-моё. Смотрите, как сюжет-то закрутил. Видимо, в какой-то момент он понял, что раз он не выпускает игры, раз на него до сих пор не подали в суд, он может в наглую уже персонажей брать. Напоминаю, это не Гартен оф Банбан, это Кейр оф Гонгон. От разработчика, который не имеет никакого отношения с тем самым братьям. Интересно, почему здесь так много оджо? Что за оджо? Ну, мы, видимо, от них убегать будем. Не просто так же они стоят. Что, сейчас будет абсолютно тупейший диалог? Здравствуйте, вы трое. Привет, мы ищем. Я знаю, кого вы ищете. Да, можем ли мы найти его и ребенка? Да, я сделаю все, что смогу, но я не смогу сильно помочь. Король будет более полезен для вас. О-о-о-о, и начинается у нас длинная история про королевство с различными играми. И бла-бла-бла. Мы должны, видимо, попасть в королевство. Все-таки следующая глава у нас будет копипастой главы с королевой. Третья глава у нас будет немножечко о другом. Я поиграю в игру болтуна, а вы делаете две другие игры. Окей, так, что ж. Здесь мы должны пройти три игры, чтобы, видимо, попасть в королевство. Я, если честно, уже даже не хочу все это переводить и вдаваться в подробности всего этого. Это у нас Гангалара. Ты тот непослушный студент, который испортил мне день. Я должна разорвать тебя на части. Конечность за конечностью, пока ты не сможешь осознать, кем ты стал. Но я верю в искупление. Докажи мне, что ты хороший в этой игре, и я не убью тебя. Звучит неплохо, да? Что, это опять будет игра с вопросами? Ой, смотрите, какой музон прикольный. Вот музон мне нравится. И здесь мы реально просто должны отвечать на вопросы. Блин, ну вот если бы вот эта штука не была копипастой на тот самый фрагмент, то это было бы прикольно. Но в целом... Ладно, пойдет. Почему бы и нет? Опять нам хлопают. Блин, ну единственное, что мне здесь прям реально нравится, это музон. Музон классный. Хорошая работа. Третий вопрос. Какого цвета? Болтун синий. Это даже я помню. И что, и такие простые вопросы будут? И опять все это так затянуто. И она опять даже не смотрит на нас. Так, поехали, оранжевый. Отлично, все. Судя по этому листу, вы снова правы. Хотя я понятия не имею, как это. Так что ты будешь прощен. Ты получил две трети доступа к королевству, поскольку я видела, что кто-то еще завершил одну из трех игр. Удачи в финальной игре. Апачки. Эй, ты там внизу. Я вижу тебя. Это у нас знаете кто? Вы не поверите. Дог-дог. Собака-собака. Его реально зовут Собака-собака. Возможно, ты захочешь воспользоваться выходом за сценой. Этот выход сломай за... Окей, погнали. Мне даже интересно. Графон здесь всратый, кстати. И опять огромные коридоры. Как же без них? С кучей багов. Вкусно. Нет, я хочу это пересмотреть. Смотрите, ты идешь, 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 идешь. Никаких звуков, ничего. Он бесшумно, как ниндзя. И только сейчас музыка начинается. Это не игра, это анекдот какой-то. Ладно, это весело. С ускорением это даже веселее. Ладно, блин, жалко. Я для вас погромче сделаю, но это слишком хорошо. Ему упали вниз. Еее! Так он же за нами просто может прыгнуть. Наконец ты проснулся. Это было хорошо. Я устал разговаривать только со сменогами и пауками. И кем бы ни была Кэтрин, и кем бы ни был Флекс. Тихо, Адамс. Вы же понимаете, что этот человек не сможет с вами разговаривать, верно? Ну да, конечно. Но продолжайте. Разговаривать с вами разряжает больше, чем... И у нас начинается шиза-сцена. Прямо как в Гартенов Ван Бан. Это, конечно же, он тоже стыбзил. И что, здесь появится сейчас тот самый поезд? Что? Ничего. Вы хоть представляете, где мы находимся? А как вы здесь оказались? Понятия не имею. Все, что я знаю, то, что мы немножко приблизились ко всему этому добру. Ааа, и как мы близко, чтобы вернуться в детский сад? Я не думаю, что мы вообще в той стороне. Конечно, это не так. И мне нравится вот этот вот чувак, который на фоне просто. Ес. Привет, Нок-Нок. О, ты яблоки принял? Где ты их нашел под землей? Черт. Наконец-таки мне хотелось яблок весь день. И он сейчас оба. Хум-хум. Должен признаться, мне тоже очень хотелось яблок. И он сейчас их съест. Ой, еще Брозов здесь какой-то появился. Вот он. А. Ну, не говорящий. Брозов? Конечно. Опа, крик. Что происходит? Опа. Опа, немного флекса не помешает. А вы все это слышали? Да. Да, но беспокоиться не о чем. Я уверен, что здесь есть стая волков или оленей, или что-то в этом роде. Да, конечно, нет повода беспокоиться. Ты говоришь, что стая волков как будто бы беспокоиться не о чем, но это... Это волки, Оуэнс. Здесь даже диалоги скопипашенные. С тобой все будет в порядке, Адамс. А вдруг нет? А, вот он. Опа. Что это? Блин, я думал, он в огонь прибежит. Оба. Леща ему отвесил. Ха-ха. Что это должно быть? Я тебе говорил, говорил. Теперь посмотри, где мы находимся. Какая-то странная вещь напала на Брозофа. Я напоминаю, Брозофу вообще нормально. Посмотрите на это. Брозофу абсолютно плевать. Он просто... И все, все нормально. Че вы паритесь? Ё-моё. Постановка ужасная. Блин, здесь тоже геймплей деградирует из главы в главу. Это чудо. Ты идиот. Опа. И все взорвалось. Видимо, это был Шизосон. Потому что мы проснулись. Привет. Я только что закончил игру. И все, что нам нужно сделать, это игра Люмакто. Удачи, новый друг. Интересно, что будет в последней игре? Должно быть что-то хайповое. Я иду за тобой. Берегись. Это говорит Джо. Ну, кстати, игра прикольный персонаж. Дизайн у него интересный. Правда, анимация обсратая. Так. И че, опять цвета надо угадывать? А, это мы видели в тизере. Окей. Нужно просто опять распределить все по цветам, как и в первой игре. Фантазия кончилась на одной игре. Вот. Можно запариться, но придумать несколько игровых механик. Камон, в твоей игре нету даже дрона. Ну, ну ладно. Ну, это ж веб-сериал. Че запариваться надо? Веб-сериалом, как мне говорили в комментах. Ну, как бы, окей. В принципе, разработчики Бан-Бан, они сильно-то запариваются над своей игрой в последнее время. Поэтому с какого фига этот чувак должен запариваться, не так ли? И потом, после этого, нужно будет проходить паркур. Так что это другое. Это не копипаста. Вот той самой головоломки. Кстати говоря, мне кажется, эта головоломка немного душная была бы в реальной жизни, потому что эти шарики закатывать было бы не очень удобно. Так, теперь ты можешь продолжить путь в королевство. Подойди сюда. Ну, давай, да. Паркур элементарный. Почему мы просто не можем по стене лазать? Вот было бы прикольно, если бы нам дали возможность ползать по стене, как паука. Ну, вот это было бы хайпово. Кстати говоря, игра на самом деле вот такая вот медленная. Я вам почти всё время всё ускоряю. Следуй за мной. Ого, как он ходит прикольно. Ну что ж. Видимо, мы сейчас окажемся в королевстве, и на этом глава закончится. Знаешь, я не всегда был таким. Когда-то я был таким же, как и ты, человеком. Я был человеком по имени Луи Оуэнс. Раньше я работал здесь, в детском саду, гонгоном-уборщиком. Должен признать, это была ужасная работа. Я всегда мечтал играть с детьми. Я завидовал его таким, как мисс Грин. А, это дамочка, судя по всему. Когда мне предложили возможность играть с детьми в детском саду на протяжении многих поколений, вы знаете, я просто не смогла устоять. Когда я пришёл на работу на следующий день, он запер меня в лаборатории. И у меня было ощущение, будто я застряла там на целую вечность. Потом комната наполнилась каким-то странным газом. Я уснула. Этот монстр экспериментировал надо мной. Когда я проснулась, я заметила что-то другое. У меня были щупальца, рога, дополнительный глаз. Знаешь, я не могла сказать, кем я стала в тот день, когда это произошло. Они заставили меня уснуть в детском саду, но следующий день был другим. Как несколько у меня появился шанс поиграть с детьми, но они не называли меня мистером Оуэнсом, как я ждал. Ума кто? Ума кто? Кричали дети. Я не понимал, пока не взглянул ещё раз на себя. А, то есть он посмотрел вниз, у него там щупальца, посмотрел, да и здесь тоже щупальца. Чё-то какой-то третий глаз открылся, внимание, он на это всё не обратил. А потом он взглянул на себя и такой... А-а-а, вот оно чёрт. Адамс превратил меня в осьминога, которым я являюсь сейчас. До конца вечности я должен проводить свои дни здесь, примеряясь с тем фактом, что есть у Ума кто. Теперь ты можешь вернуться к своим друзьям. Уверен, что они готовы увидеть тебя снова. Мне просто нужно было объяснить эту историю. Зачем? Я не знаю. Так вроде всё очевидно. Окей, возвращаемся к друзьям. Мы, конечно же, не сломали себе обе ноги. И вот он. Док-док. Ай, не позволю тебе пройти, пока не отвезёт меня обратно туда, где я есть. Окей, и куда он собирается? А, в своё гнездо. Почему-то собаки здесь в гнёздах. Я не знаю, почему это вроде не птицы, но как бы ладно. Ох, идеально. А теперь дай мне свои лёгкие. Это отсылочка на Бан-Бана с его поджелудочной, насколько я помню. Там Бан-Бан говорил, или где-то в записке было, что он любит поджелудочные, а Док-Док любит лёгкие кушать. Я боялся, что вы двое не выберетесь отсюда. Ну а мы сделали это. Теперь мы можем отправиться в королевство и поговорить с королём. Да, королеву мы уже в Гартенов-Бан-Бане видели. Блин, а посох здесь местный будет? Мне нравится. Это путь до королевства. И, конечно же, побег, Франция. Ты это слышал? Это был Нок-Нок, выходящий из того коридора. Следуйте за мной. И мы пошли не в ту сторону. Нок-Нок, над ним проводили эксперименты. Он встал. О, боже мой. Я так рад, что с тобой всё в порядке. Нужно спуститься в старство, я объясню позже. Может, ему что-то вживили. Бамс. Быстрое, бегите, отправляйтесь в королевство. Он пнул меня в колено. Что происходит? Нет времени объяснять. Просто беги. А что, он не за нами должен бежать? Опять, вот просто посмотрите. Лёгкие, лёгкие, лёгкие. Я жажду вкус лёгких. Теперь это говорит Гон-Гон. До этого почему-то говорил Док-Док. Самый всратый побег в истории гейм-дева. Первое место. Паучок его не пинал. Фу ты, блин. Он просто... У него живот заболел. Извините, я не сразу понял. Живот заболел. Он лёгких захотел. И поэтому решил за ними погнаться. Это как извращённая версия Бан-Бана. Помните, была такая? Ой, это вы трое. Рад видеть, что вы всё ещё живы. Я позабочусь о Гон-Гоне вместо вас. Потопал. Пока. И на этом глава у нас кончится. Что ж, это было плохо, если честно. Эй, лукомот, я уверен, что мы можем это обсудить. Я не имел в виду пожирание лёгких. Знаете, я ничего не делал. Я не знаю, что на меня нашёл. Ты что делаешь? Памс, его вырубили. И Гон-Гон задыхается. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Что-то ты его сильно ударил, тебе не кажется? Можно было и помягче как-то с ним. И всё, оп. За тобой следят. Теперь вы можете спуститься на лифте. Я должен дать вам три цели. Найти королевство, найти офицера. И не позволить Аквафералу найти... Найти что? А, найти вас. Окей. Поехали вниз. Ну и опять. Эта глава кончится на лифте. В следующей главе будут новые персонажи. Вы как ребёнка успели заделать? Прошло, блин, прошло 10 минут. Господи, вы как кролики, да? Я слышал, мы едем в королевство. Да, мы едем в королевство. Понятно. Откуда взялся ребёнок? Когда они успели его заделать? Я не знаю. Хочу ли я знать? Нет. С меня и так, собственно говоря, достаточно. Знаете, первая глава ещё вселяла надежду, что разработчик научится на ошибках Гартенов Бонбана и сделать какую-то интересную версию, собственно говоря, Гартенов Бонбана, но от себя. Но здесь 50% абсолютного плагиата и копипасты, 30-40% абсурда и ещё 10-20% какой-то непонятной шизы, странных дизайнерских решений, как и решений со стороны сюжета. Я понимаю, почему он это сделал. Он пытается во всём копировать Гартенов Бонбан, но Гартенов Бонбан – это не идеальная игра, от слова совсем. Она буквально состоит из одних минусов. Для меня до сих пор чудо, что она хайпит до сих пор. Почему она хайпит, я не знаю. Потому что она одна из самых первых в своём роде, наверное. И нужно было эти минусы исправить и сделать игру лучше. Я понимаю, что это тяжело. Но раз уж ты начал, надо хотя бы попытаться. И я не знаю, стал ли он пытаться. Пишите своё мнение в комменты, также на канал подписывайтесь, если хотите увидеть четвёртую главу, когда она выйдет. И не забывайте, что с вами сегодня был Фокс Нео. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok